В Академии Версайд построят детские сады и школы. Соцобъектов в новом микрорайоне критически не хватает, хотя жителей уже 10 тысяч семей. Какое будущее у новостроек узнала Яна Турмина. Идемте сюда вот по этой дорожке. Увидев Наталью Котову из окна жителя Академии Версайд, Сергей Пономаренко решил выйти и сам провести градоначальника по дворам микрорайона. Туда и где вместо благоустроенной территории, который год стоит забор, а за ним куча строительного мусора. С этой вот мусоркой каждый год нам обещают. Построим. Чего построить? Не знаю. Наталья Котова успокаивает. Строительство начнется уже в 20-м году. Здесь будет школа и спортивная площадка. Но как градоначальник и женщина понимают местных жителей, которым на груды мусора из окна смотреть неприятно. Поручает застройщику Олегу Лакницкому решить вопрос. Не, ну осенью я иногда люблю возвращаться. Здорово. Давайте сейчас договоримся. Сколько мне приехать и смотреть? И через пару месяцев, наверное. Наталья Котовой рассказывает, как микрорайон будет развиваться в ближайшие годы. Ее заместитель по дорогам Владимир Олейников заверяет. Уже в следующем году на улице 40-летия Победы от братьев Кошириных до университетской набережной появится благоустроенная прогулочная зона. Это порядка около 100 миллионов рублей. И провести в зимний период все конкурсные процедуры, чтобы по весне начать и сделать на будущий год вот этот участок. Наталья Котова назвала Академ отстающим в строительстве социальных объектов, в то время как в микрорайоне живут уже 10 тысяч семей. Однако в ближайшем будущем, со слов исполняющей полномочия мэра, это обязаны исправить. Уже в этом году будет сдан детский сад на 290 мест. Начнется строительство еще двух садов и общеобразовательной школы. Однозначно этот микрорайон, который нуждается сейчас в полном внимании со стороны властей города, со стороны власти региона. Вы видите, что все усилия направлены сейчас, и денежные средства по программам будут направлены именно на поднятие в социальной части этого большого района. Рейд по проблемным точкам Челябинска не ограничился микрорайоном. Наталья Котова снова на стихийном рынке. На этот раз около Шершневского водохранилища. И снова первое, что шокировало главу – мусор. Заключить договор с ЦКС, с региональным оператором. Пусть они вывозят этот мусор ежедневно. То есть жаркая погода здесь начинает все гнить, распространяется. Мало ли. Цель – не закрыть рынок, а навести порядок. Наталья Котова поручает проверить документы у всех торговцев. Коммерческую деятельность они должны вести официально. После заключения договора с муниципальным учреждением «Городская среда», в ведомстве которого находится участок. На решение этих вопросов Котова дала две недели. Яна Турмина, Антон Червинин, УТВ.